Восьмой год. Исторический особняк Синилова, который больше известен как Вятская кунцкамера, пустует и разрушается. Зданию неоднократно пытались найти хозяина. Но не за 15 миллионов, как планировалось, ни без этих денег, желающих привести в порядок особняк, не нашлось. Неравнодушные кировчане тоже бились за судьбу Вятской кунцкамеры. Но теперь в этой истории изобрежила надежда. О настоящем и будущем исторического здания расскажет Зоя Зотова. Вот так сейчас выглядит историческое здание на Московской 12А, в котором жили ветчане Синиловы. Больше оно известно как Вятская кунцкамера. Оно пустует с 2015 года. Именно в эту дату Вятскую кунцкамеру закрыли как филиал Краеведческого музея. И в какой-то момент особняк Синилова вышел из-под крыла Министерства культуры Кировской области и вошел под крыло Минимущества Кировской области для того, чтобы найти частных инвесторов и восстановить здание. Но они так и не нашлись. Ни за 15 миллионов рублей, ни без них. Арендаторы тоже не заинтересовались предложением. Со временем разговоры о восстановлении здания прекратились, а особняк продолжил разрушаться. Вот здесь вход в кунцкамеру. И, пожалуй, с этой стороны на здание смотреть лучше всего. Если парадная часть особняка Синиловых затянута в лжебанер, а вот эта часть фасада как-то реставрировалась, возможно, ее красили или шпаклевали, то именно со двора можно увидеть весь масштаб разрушения исторического здания. Бывшая заведующая музеем Ольга Кротова считает, что, возможно, арендаторов не могли найти из-за планировки особняка. Она построена по принципу дворцовой, когда комнаты смежные открываются одна в другую. Не менее важный вопрос. Восьмой год музей не работает. Где же все экспонаты? Они, конечно, не исчезли. Они находятся в Краеведческом музее. Часть выставлена на выставках и экспозициях музея в различных отделах, а часть хранится в фондах. Я могу точно сказать, что ни один экспонат не пропал по той простой причине, что это часть государственного фонда. Вернутся ли они обратно в Вятскую кунцкамеру, пока не ясно. Власти сейчас решают, что будет в здании, если его все-таки обновят. А реставрация, по крайней мере, в планах есть. К 650-летию Кирова. На текущий момент управлением госохраны объектов культурного наследия собственнику выдано задание на проведение работ, в соответствии с которым осуществляется разработка проектной документации. Документацию планируется разработать до конца текущего года. Производственные работы намечены на 2023 год. Воплотятся ли планы по реставрации в жизнь, пока неизвестно. Собственником здания сейчас является Дирекция по восстановлению и эксплуатации имущества. Это учреждение и должно будет найти средства и профинансировать работы. Зоя Зотова, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича.